Проповедь о Святом Сыне 3 Почему Христос принял искупительную смерть за многих других? Это произошло потому, что Иисус принял крещение от Иоанна, благодаря которому он взял на себя все грехи мира. В Евангелии от Матфея, глава 3, стих 15, мы видим, как Иисус берет на себя грех мира, принимая крещение от Иоанна. Причина, по которой Иисус крестился от Иоанна, заключалась в том, что крещением этим он должен был понести на своих плечах все грехи мира. Кроме того, на то была Божья воля, о которой было сказано в Исаии, глава 53, стих 10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Таким образом, Бог послал Христа на эту землю, чтобы предать его мучению, из-за того, что он нес на себе все наши грехи и смерть. Осознав эту любовь, апостол Иоанн сказал, В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое Иоанна, глава 4, стих 10. Будучи послушным Божьей воле, Христос сразу же отверг удобный путь, который Он мог легко избрать, учитывая Его силу и власть. И Он был непреклонен в Своем выборе, невзирая на сострадание Его учеников и радушно принимающих Его людей. Следует понимать, что поскольку единственным путем для Иисуса взять на себя все грехи мира было принятие крещения, Он умер за нас, которые, как сказано в Висайи, глава 53, стих 6, блуждали, как овцы, и таким образом открыл путь новый и живой. Иисус должен был принять крещение от Иоанна, чтобы исполнить Божью праведность, независимо от того, признают это люди или нет, потому что такова была воля Его Отца. Вот почему Он принял страшную, мучительную смерть на кресте. Поскольку страдания Иисуса были волей Божьей, Он оставался совершенно безмолвным, даже когда принимал мучения. В Иисайи, глава 53, стих 7, сказано. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Таким образом, Иисус был ложно осужден, жестоко избит. Ему выдергивали бороду и насмехались над ним, потому что все грехи человечества перешли на него через крещение от Иоанна, но он оставался безмолвен. Но он не просто крестился и умер такой смертью. На то была воля Отца. Он умер за тех, кто верит. «Только после крещения от Иоанна в возрасте 30 лет и таким образом, взяв на себя все грехи мира, наш Господь был распят в возрасте 33 лет и пролил кровь. Затем Он воскрес из мертвых и стал вечным спасителем для тех из нас, кто верит в эту истину». «Только после крещения от Иоанна в возрасте 30 лет и пролил кровь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова